Торговый комплекс «Пассаж» – идеальное место для комфортного шоппинга. На первом этаже комплекса размещены магазины косметики и парфюмерии. Бутики модной одежды предлагают посетителям «Пассажа» оценить последние коллекции. Выбранный гардероб можно тот же дополнить ювелирными украшениями и бижутерией, а также стильными аксессуарами в виде часов, оптики и кожгалантерея. Второй этаж полностью посвящен стильной и удобной экипировке современного человека. Одежда от Timberland, Франк Валдер, Лерос, Рой Робсон, Пьер Карден, Наф-Наф идеально подходят жителям делового мегаполиса. Завершить стильный урбанистический образ поможет обувь Эко, Геокса и Валкер. На третьем этаже впервые в Украине удалось реализовать идею обувного квартала, разместив такие крупнейшие сетевые торговые марки, как Интертоп, Бьяджи, Велфер, Честер, Лучано Карварри, Миратон, Обуви, Танго на одном этаже. Стильным дополнением к обуви станут товары из категории кожгалантерея. И теперь нет необходимости сбивать ноги в походах по многочисленным городским обувным ботикам. Все, что в них представлено, и даже больше, есть в обувном квартале. На четвертом этаже вы попадаете в страну особой изысканности и домашнего уюта. Каждый из членов семьи сделает здесь для себя удачные и интересные покупки. Широкий выбор изящного нижнего белья удовлетворит самые разнообразные запросы прекрасных покупательниц. И это только начало. Самое время продолжить шоппинг в магазинах верхней одежды и специализированном отделе головных уборов шопале. А чтобы шоппинг был в удовольствие, в пассаже создали зону отдыха. Она находится на пятом этаже. Японские, итальянские, немецкие и испанские рестораны удивят вкуснейшими блюдами, приготовленными в лучших традициях национальных кухонь этих стран. И прекрасно подойдут как для деловых, так и для романтических свиданий. Особую атмосферу в этих заведениях создают открытые террасы, с которых открывается панорама центра города. Эту идею впервые в Днепре удалось реализовать именно в пассаже. Здесь же, на пятом этаже, расположена и зона стилиста, где каждый посетитель может бесплатно получить консультацию шоппинг-стилиста. Экономьте время и деньги, делайте покупки со стилистом. Ресторан Терраса приглашает вас совершить незабываемое кулинарное путешествие. Редактор субтитров А.Семкин В пассаже возможно реализовать любую идею, создать образ для любого случая. И дело тут совсем не в деньгах. Именно это доказывают участники реалити. В прошлых сериях теорию независимости покупательского удовольствия от бюджета успешно доказали опытные шопперы и даже шопоголики. Мне нравится шопиться со своей девушкой. Мы ходим по магазинам, по всем магазинам. Это было две пары обуви летних. То, что искала, то и нашла. Сегодня посмотрим, как с этим справятся две юные особые. Hi, I'm Mary and you're watching Passage The Lucky Tickets. Native speaker level, чтобы вы понимали. Теперь дети, кто на первом левеле. Я принимала участие в Passage Total Look во втором сезоне. Мне безумно понравилось, и поэтому я снова здесь. Всем привет! Меня зовут Софи, и у меня сегодня будет самый классный шоппинг. Я в этом уверена. Независимо от того, какой у меня будет бюджет. Это самое приятное, это процесс. Внимание, вопрос. Кому какой бюджет достанется? Я думаю, что в каждом случае, и когда у тебя полторы тысячи, и когда у тебя безлимит, есть какой-то вот шарм, фишечка, очарование. Мне кажется, на полторы тысячи даже интересно. То есть это как вызов ты бросаешь сам себе. Сможешь ли ты на довольно маленький бюджет уложиться и пройти время реально классно? Без мечты сбываются. Идем одеваться. Я знаю, что у многих такой результат огорчает, но только не меня. Я готова принять этот вызов. Шоппинг-марафон в Passage начинается. У девушек час на то, чтобы освоить свой бюджет. И прямо сейчас их пути расходятся. Сейчас у меня есть полторы тысячи, и у меня в голове сформировался такой небольшой план. Сначала я пойду в магазин, в который очень давно хотела пойти. Это магазин Ивроше. Затем у меня будет магазин Лекситан, в который я тоже очень давно хотела зайти. Очень давно хотела познакомиться с этим брендом. И на сдачу мы обычно покупаем что? На сдачу мы обычно покупаем конфеты или мороженое. Поэтому на сдачу я пойду в Шалейни Карамели. Но на самом деле мне очень нравится шоппинг с мамой. Потому что это тот человек, который тебе посоветует самое лучшее и самое подходящее для тебя. София ждет сегодня эксперимент. Она будет делать покупки сама. Хотя без поддержки она точно не останется. Кто-нибудь из вас предполагал, что в пассаже можно провести спа-день? Я люблю удивлять, поэтому прямо сейчас устрою себе спа-час. Первым делом загляну в Ивроше за вкусняшками для тела. Есть много способов оставаться молодой и красивой. Но без основных средств в современном мире невозможно представить себе уход за кожей лица и тела. Что же нужно, чтобы всегда выглядеть свежей? С приходом холодного сезона кожа может терять влагу и начать шелушиться. А значит, стоит обзавестись скрабом, а затем питательным кремом. Меня заинтересовал вот этот гель-гаммаж для душа, потому что никогда не пробовала такого. Это как гель для душа и скраб два в одном. И он очень приятно пахнет. В Ивроше на самом деле все продукты очень классно пахнут, потому что они сделаны из натуральных компонентов. Скоро наступает холода, и на самом деле меня очень беспокоит вопрос защиты моих рук, чтобы они были всегда увлажненные и классно себя чувствовали. И меня заинтересовал вот этот крем для рук, потому что, опять же, он очень классно пахнет. И сейчас он по акции, что вдвойне приятно для моего небольшого бюджета. Надо было с Машей договориться, чтобы она и мне кремчик для рук захватила. А то боюсь, времени не хватит заглянуть в магазин косметики. Ведь в Бетти Барклай новая коллекция, и это то, что мне нужно. Тут, думаю, часа мало будет. Так, для осени мне нужен какой-нибудь элегантный образ. Ммм, рубашечка, какой приятный цвет. Это 150 оттенков серого. Хм, у Сонни 50 оттенков серого. А у меня здесь весь классификатор полезных растений планеты Земля в лучших косметических средствах. О природной красоте юной кожи отлично позаботятся косметические средства на основе растительных компонентов. Не одну тысячу лет известны людям целебная сила растений. На основе этих знаний составляли всевозможные рецепты лекарств. Для лечения болезней, кремов, масок, шампуней, для ухода за кожей и волосами. Сегодня нет потребности запаривать, заваривать и настаивать у себя на кухне эликсиры красоты. Они уже упакованы в красивые баночки, тюбики и ампулы. Стоят на витрине и все, что нужно, это определить их назначение. Липовый цвет, ромашка, мята, укроп, лепестки рост смягчают кожу и справляются с ее несовершенствами в виде акне. Расти пшеницы питают кожу. Масла карите, кокоса и органи защищают от уф-излучения, смягчают и питают кожу. Конечно, обо всем мы рассказать не сможем, тем более, что вы в Роше представлено не только косметика по уходу, а и декоративная. Но это отдельная тема. Зато вы всегда можете воспользоваться консультацией продавца в специализированном магазине. Меня заинтересовали вот эти тени, потому что они очень классного, интересного цвета. Есть оценки как для повседневной носки, так и для более вечерних каких-то образов. И, наверное, я возьму тот, который более повседневный, такой розовый, с мягким-мягким блеском. Он мне очень понравился. Между прочим, выбирать одежду не менее приятно, чем косметику. Если бы было больше времени, то обязательно заглянула к Соне в Бетти Барклай. Тем более тут рядышком, тоже на первом этаже. А у нас есть и время, и желание. Посмотреть, чем же занята Соня, и рассказать историю бренда. Женский модный бренд Бетти Барклай – один из долгожителей модной индустрии. Компания была основана в 40-х годах прошлого века в США. И на первых порах продукция фирмы была ориентирована на молодежную аудиторию, подростков и студентов. Молодая и амбициозная команда мечтала быстро завоевать популярность на американском континенте и начать покорение Европы. И это случилось. Акция компании Бетти Барклай выкупила немецкая фирма, известная под названием «Максберг». С тех пор история фирмы Бетти Барклай началась с чистого листа и в совершенно новой плоскости. Если в 40-х годах 20 века компания Бетти Барклай специализировалась на молодежной одежде, андеграунде и уличном стиле, то немецкие хозяева фирмы оказались более консервативными. Сегодня Бетти Барклай является очень громким именем на аллее славы мировой моды. Компания владеет собственными бутиками в 60 странах мира, которые расположились на всех существующих континентах. И общее число фирменных магазинов марки Бетти Барклай давно перевалило за 3,5 тысячи, что бесспорно впечатляет. Успехи компании в новом тысячелетии стали новым сюрпризом для почитателей продукции этой фирмы. Любая одежда этой марки действительно солидно выглядит и хорошо носится. Поэтому девушка любого возраста и любого статуса может выглядеть в одежде этой немецкой марки стильно и изящно. Но в то же время чувствовать себя абсолютно уверенно и комфортно. Девушка, у меня тут неприличная сумма денег. Я готова их себе потратить. Помогите мне! Конечно, пройдемте примерочные. Ваши выплаты готовы. Осенний элегантный образ для романтических вечерних встреч. Я думаю, именно так должен выглядеть студент финансово-экономического лицея. Ну а вот то, что мне нравится больше всего. Самый классный, осенний, легкий, теплый, элегантный и, самое главное, стильный образ для осенних прогулок. Я такую сумку нигде больше не видела. Она маленькая, очень удобная, ну и, конечно же, красивая. Правда, классно? Ну что, я возьму. Сколько обновок. Ну, пойдем дальше. Как истинная, пройти в вуман Софии перемирила не одну пару обуви. Но не было среди них тех сапожек, что совсем скоро наденут все красотки мира. Батфорды – ваш выход. Каждая женщина мечтает однажды гордо пройтись по городу в модных батфортах. Ну, правда, это такая обувь, которая сразу притягивает к себе восхищенные взгляды. Женщина в батфортах – неистовая валькирия, а отважная пиратка, перед которой склоняются в поклоне каменные джунгли большого города. И все это, несмотря на то, что батфорды – крайне капризная обувь. Хотите знать, как правильно их носить и какими путями батфорды попали в женский гардероб? Историки моды рассказывают, что само слово «батфорды» состоит из двух частей – «батфорды» с сапоги, «фордес» – сильный. В общем, сильная обувь для сильных личностей, иначе не скажешь. Однако, хоть корни этого слова и уходят во Францию, настоящая родина батфортов принято считать – Испания. Изначально их носили всадники. Прадедушки современных батфортов были достаточно жесткими, практически не сгибались в коленях и плотно обтягивали ногу. Модницы же начали носить батфорты только к XIX веку. С чего все началось? Трудно сказать. Например, Екатерина Великая обожала мужскую одежду. На балах она частенько наряжалась в военную форму и эпатировала публику стройными ногами в батфортах. История моды загадочно молчит, но, может быть, именно ее императорское величество и вдохновила женщин на то, чтобы заявить свои права на сильные сапоги. В XX веке эмонтипированные дамы окончательно приватизировали батфорты. Ноги казались бесконечными, и весь образ не оставлял поклонникам ни единого шанса. Помните Джулию Робертс в фильме «Красотка»? Ее героиня гордо расхаживала по ночным улицам именно в батфортах. Обувь отлично дополнила образ, и вот почему. В 80-е батфорты снова вошли в моду и были особенно популярны среди танцовщиц кабаре. Скажем, в сочетании с корсетом, высокие сапоги смотрелись очень вызывающе. Батфорты стали одним из трендов и 2017 года. Но не забывайте, что это обувь с характером. Тщательно продумывайте каждую деталь своего гардероба, и всеобщее восхищение вам обеспечено. Главная отличительная особенность батфортов – их голенище прикрывает коленную чашечку. Однако современные модели должны быть намного выше и доходить до середины бедра. Они прекрасно сочетаются со многими фасонами коктейльных платьев и станут роскошным элементом новогоднего лука. Люди и события становятся историей моды, меняется, однако батфорты не боятся времени. Батфорты – хорошая тема. А у меня есть для вас загадка. Как просчитать название этого магазина? Во всем мире даже прошел такой челлендж. Но я дефер на мою жену первой. Лооктейн – в Провенце. Локсетан. Оксетан. Локтейн. Локканте. Локсетан. Я думаю. В Иврит – это Локсетан. Локтейн – в Провенце. Локтейн – в Провенце. Локсетан. На самом деле, на разных языках название марки звучит по-разному. Внимание, правильный ответ от собственника бренда. Итак, у меня осталось 1100 гривен, и сейчас я иду в магазин L'Occitane. В L'Occitane тебя влечет невероятный аромат. Ты словно роки за ароматом сыра идешь в этот магазин. Поверьте, тут есть из чего выбрать. Яна слышала о хорошем уходе для кожи лица от L'Occitane, и консультант посоветовал линейку для моей кожи, такой больше жирной, склонной к каким-то проблемам. Очень классная пенка для лица, которая пахнет замечательно. И она стоит довольно дорого, но она мне так понравилась, что, скорее всего, я ее возьму. С самого начала мою любовь завоевал вот этот прекрасный гель для душа. Он пахнет вербеной и цитрусом, такой очень свежий аромат, прям как я люблю. Но, к сожалению, L'Occitane для моего бюджета довольно дорого, поэтому я сомневаюсь в счет его стоимости и пойду посмотрю что-нибудь еще. Пока обе участницы заняты выбором, мы предлагаем вам также сделать выбор. Вопрос традиционный. Какой комплект одежды дороже? К сожалению, из-за ограниченности своего бюджета я не смогла купить и пенку, и гель для душа, но я нашла такой выход. Он стоит гораздо дешевле, и это такая маленькая миниатюрка этого геля для душа, чтобы его попробовать или, возможно, взять с собой в путешествие. Так что все равно я нашла решение, даже с небольшим бюджетом. Сумма вашей покупки составила 718 гривен. Спасибо. До свидания. А я тем временем иду в аксессорайс. Если существует на земле райское местечко для девочек от 5 до 95 лет, то оно выглядит именно так. На одном квадратном метре площади можно найти все от заколки, сережек и браслетов до сумочек, обуви и зонтов. Да, боже, я хочу такой кошелек. Боже, какой милый портфель. Посмотрите, в школу самое то. Вот, вот это вот я буду брать с собой в лице каждый день. Боже, как это дерзко, молодежно и круто. Конечно, я сразу же принялась за украшения. Боже, как это мило. Но время поджимает, поэтому буду прагматичной и подберу что-то для холодной погоды. Смотрите, какие классные перчаточки. Они такие миленькие. Генотик. Боже, как смешно. Но это классно. Это так по-милому. Нет никакой прагматичности. Веселые и очень симпатичные наборы создадут настроение этой осенью. Что же выбрать? Класс, боже, какие принты. Овечки, котики, зайчики. Что же выбрать? Посмотрите, даже олени. А еще мне нужен зонтик. Этот. И нет, этот. А может, этот? Я уже на кассе. И раз я не ограничена в средствах, то покупаю все. Все, что мне хочется. Ой, подождите, подождите. Еще ручечку. Вот, вот это хочу. Ну, конечно, вот, но. Сколько с меня? 12 026 гривен. Да. У вас покупка. Спасибо вам за покупку. Приходите. Да. Это был самый лучший шокер в моей жизни. Я накупила столько всяких классных чокеров, браслетиков, сережек, но, конечно же, сумки, портфели, еще блокноты, ручки. Буду учиться с таким удовольствием. Класс. Смотрите, как София счастлива. Сразу столько всего понадобилось. Маша также в двух шагах от райского блаженства. А теперь экскурсия в детство. Когда я была маленькая, я обожала такие магазинчики, потому что там всегда были самые вкусные, по моему мнению, конфеты. Какие-то были кисленькие, какие-то были сладенькие. И затащить туда моих родителей, это была целая проблема. Поэтому каждый поход такой магазин, это огромный праздник. Наверное, я начну с вот этих червячков мармеладных, потому что это было самое любимое всегда в конфетных магазинчиках. И это такой символ того периода, когда я была совсем-совсем маленькой. Я думаю, все видели в фильмах вот такие вот леденцы. И я их называю леденец на 30 дней, потому что его съесть вообще нереально. Ты его ешь, ешь, он не кончается, не кончается, поэтому его тоже возьму с собой. Теперь я возьму вот эту баночку. Это огромное ассорти просто всего, что есть здесь. И это такое для ленивых. Если тебе не хочется выбирать, купил баночку, счастливый, довольный, кушаешь. И, конечно же, конечно же, огромное яйцо, похожее на киндер, в котором внутри находится игрушка. Тут вообще написано, что оно фобоис, то есть для мальчиков. Но меня это абсолютно не беспокоит, потому что это лаки, это значит я буду счастливой. Сума вашей покупки 264 гривна. Спасибо. Шарик для хорошего настроения. Ой, спасибо большое. Приходите. Мы не шарики. Итак, давайте подведем итоги. Мария использовала в общей сложности 1370 гривен. София при всей своей расточительности едва смогла освоить треть суммы, что банк «Конкорд» предоставил ей для шоппинга. Со счета карта «Платину» – мастер-карт от «Конкорд-банка» списано 35 860 гривен. Принимайте участие в нашем щедром реалити. Может, именно вы станете тем человеком, который поставит рекорд и за час использует все 100 тысяч гривен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Enjoy від «Конкорд» Enjoy від «Конкорд-банку» Enjoy від «Конкорд-банку» На жаль, недостатньо коштів. Невже у синочка закінчились гроші? Потрібно поповнити. Карта Enjoy від «Конкорд-банку» экстрано вирішує всі грошові питання студентів за кордоном і допомагає батькам відслідковувати їх витрати онлайн. Перетворення гривні в будь-яку валюту світу – безкоштовно. Поповнення в терміналі – безкоштовно. Перетворення в кредитку. Замов карту Enjoy у три кліка. Дякую за перегляд!